Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на уроках немецкий язык. С вами я, Ольга. Сегодня мы начинаем серию уроков, посвящённых глаголам. И начнём с такой простой темы, как The Imperative – повелительное наклонение. Хотя слово «повелительное наклонение» говорит нам о том, что произошло оно от глагола «повелевать», мы используем эту форму в повседневной речи не только для того, чтобы отдать приказ, а чаще всего, чтобы о чём-то попросить. «Дай, пожалуйста», «скажи, пожалуйста», «принеси, пожалуйста». В русском языке повелительное наклонение существует в трёх формах. Вот вы видите в правой части экрана три предложения. «Учите немецкий», «учи немецкий» и обращаемся к самим себе, иногда говорим всё с понедельника, учим немецкий. Кому мы обращаемся в форме императив? В немецком языке четыре варианта. Давайте посмотрим на местоимение. «Учите немецкий», говорим мы, обращаясь к кому-то на «вы». «Зи» – форма, вежливая форма обращения. Обращаемся к детям или к нашим друзьям. «Ир» – форма, тоже учите немецкий, по-русски такой же перевод. А вот в немецком языке это будет другое предложение. Обращаемся к кому-то на «ты». «Ду» – форм. «Учи немецкий». И обращаемся к самим себе, говорим «учим немецкий». Это «вер» – форма. Давайте рассмотрим все четыре формы. Там есть некоторые моменты, которые нам нужно знать, чтобы не делать ошибок. Как образуется императив, повелительное наклонение, «зи» – форм? То есть, когда мы обращаемся к кому-то на «вы». Вежливая, уважительная форма. Здесь все очень просто. Вот такая формула, если можно так сказать. Глагол в начальной форме, в инфинитив. И добавляем местоимение «зи». Например, мы хотим сказать «идемте, пожалуйста». По-немецки мы скажем «коммензи» – «бите». «Коммен» – это вот инфинитив, начальная форма, так как глагол стоит в словаре. И добавляем местоимение «зи». Все. «Коммензи, бите». Посмотрите, в русском варианте нет местоимения. Мы не говорим «идемте вы, пожалуйста». А в немецком обязательно нужно добавить «зи». «Коммензи, бите» или «бите коммензи». «Коммензи». А вот так нельзя говорить «коммен бите зи». То есть «коммен» и «зи» разрывать нельзя. Еще примеры для «зи» предложений. Читайте, пожалуйста. «Лезензи, бите» или «бите лезензи». Пишите, пожалуйста. «Шрайбензи, бите» или «бите шрайбензи». Говорите, пожалуйста, медленно. «Шпрехензи бите лангзам». Скажите мне, пожалуйста, ваш адрес. «Загензи мне, бите, иры адресы». И точно так же образуется императив для «вер» форм. И вот, например, читаем. «Лезенвер». «Пишем». «Шрайбенвер». «Говорим медленнее». «Шпрехенвер лангзамер». «Работаем». «Обязательно добавляем к неопределенной форме глагола местоимение». А в русском языке по-другому. Вот этот момент нам нужно запомнить. Итак, это были уже две формы повелительного наклонения. Тут всё очень просто. Только не забыть, что начинаем с глагола «lesen», «schreiben», «schrechen», а потом добавляем местоимение – sie или wir. Теперь давайте посмотрим, как это работает, когда мы обращаемся к нашим детям или друзьям. То есть так называемая «ir» форм. Вот мы хотим детям сказать «вымойте руки». Здесь нужно сделать два, как я говорю, шага. Просто находим глагол «fashen» – мыть или вымыть. И вот первый шаг – мы должны глагол «проспрягать». Мы обращаемся к кому-то на «ir», значит, соответствующую ищем форму глагола «ir» – «vast». И второй шаг – мы должны убрать местоимение «ir». Вот теперь местоимение не нужно. Убираем его. Убрали. И у нас осталось «vast». Вот это и будет форма повелительного наклонения для «ir». Вот так будет звучать предложение. «Vast bitte die Hände». Вымойте или моете, пожалуйста, руки. Ну, немцы очень точный народ. Они говорят «vast eure Hände bitte». Вымойте ваши руки. «Eure» – это вот «ваши» от «ir». Ну, вполне достаточно сказать «vast bitte die Hände». Давайте посмотрим еще один пример «ir» – форму повелительного наклонения. «Говорите тише». Обращаемся к детям или к друзьям. Ищем глагол «говорить». «Sprechen» и спрягаем его. «Ir spricht». И теперь что мы делаем? Верно, убираем местоимение «ir». Уберем. Убрали местоимение «ir» и осталось «sprecht». И вот мы говорим «sprecht bitte leise». Конечно, мы можем сказать «bitte sprecht leise». Или «sprecht leise bitte». Это была «ir» форм. И переходим к самой, может быть, сложной форме. «Do» форм. Когда мы кому-то обращаемся на «ты». Вот такая фраза. «Пойдем, пожалуйста». Глагол «пойдем», смотрим «kommen». Первый шаг. Нужно тоже проспрягать глагол. «Do kommst». Проспрягали. И теперь, внимание, мы убираем и местоимение, и окончание второго лица. Вот это «st». Что у нас останется? Вот что. У нас осталось «ком». И вот это и будет форма повелительного наклонения для формы «do». И мы говорим «ком bitte» или «bitte ком». Посмотрим еще. Вот такая фраза. Скажи, пожалуйста, твое имя. Смотрим. Глагол «скажи» – это «sagen». Сказать, говорить. Спрягаем. «Du sagst». Теперь что делаем? Правильно. Убираем местоимение и окончание «st». Осталось «sag». И говорим «sag bitte deinen Namen». Скажи, пожалуйста, твое имя. Но можем «bitte» поставить в конец предложение. «Sag deinen Namen, bitte». Мы можем также сказать «bitte sag deinen Namen». Вот мы рассмотрели два примера для «do» форм и теперь еще два нюанса для «do» формы. Обратим внимание на глаголы, которые меняют корневую гласную. Как мы с вами знаем, глаголы меняют корневую гласную только в единственном числе для местоимения «ты», «он» или «она», «оно». Посмотрите, что здесь происходит. «Говори, пожалуйста». Вот иногда мы говорим «не молчи», «говори, пожалуйста». Ищем глагол «sprachen». Говорить. Испрягаем его. «Ich spreche, но du sprichst». Произошла смена гласной «t» поменялась на «i». Теперь по правилам мы должны убрать окончание, как вы помните, «sp» и местоимение. Так мы и сделаем. Убрали. И у нас осталось «sprich». Видите? «Sprechen», но тут будет «sprich». Корневая гласная поменялась и для императива мы вот эту новенькую «i» в основе глагола сохраняем. И мы говорим «sprich bitte» или «bitte sprich». Вот этот момент очень важен. Если меняется корневая гласная «e» на «i», то не забываем в императив для «du» формы сохранить эту новую корневую гласную «i». Таких глаголов будет не так уж много, но такие глаголы есть. Например, «essen». Вот он. «Essen». «Есть» или «кушать». «Ich esse», «du ist». «E» поменялась на «i». «Вспрягаем». «Du ist». Убираем местоимение «du». И здесь есть еще один момент у этого глагола. Посмотрите, его основа оканчивается на «s», «essen». И когда мы его вспрягаем, мы для «du», для второго лица, не добавляем еще одну «s». Иначе у нас бы получилось целых три «s». Мы добавили только окончание «t». И поэтому вот здесь мы убираем только окончание «t». Основа должна остаться. И останется у нас «is» с двумя буквами «s». И мы говорим «is desupe» – ешь суп. Или «is bitte desupe» – ешь, пожалуйста, суп. «Bitte desupe» – это когда мы обращаемся к кому-то одному. Вот такой глагол «essen». И у нас еще есть глаголы, которые меняют корневую гласную «a» на «a umlaut». Вот такая фраза «ешай медленнее». «Fahren» смотрим. «Ешай» – это «ехать». «Fahren» – спрягаем. «Ich fahre, du fährst». «a» поменялось на «a umlaut». Мы с вами уже знаем, что теперь мы должны убрать местоимение и окончание «st». И тут есть такой момент еще один новый. Смотрите, что у нас тут получается. Убрали мы «do», убрали «st», осталось «fair». И посмотрите, что «a umlaut» не берем, а берем «a». И получается «far bitte langsame». «Bitte far langsame». Вот что нужно запомнить. Когда происходит смена корневой гласной «a» на «a umlaut», мы для императив «a umlaut» игнорируем. А берем «a» такую же букву, какая была в инфинитив. Это нужно запомнить, к сожалению. «Вы мои руки». Глагол «waschen». «Ich wache, du werst». Происходит смена «a» на «a umlaut». Так же, как только что мы посмотрели в глаголе «farren». И вот что у нас получается. Убираем местоимение «do», убираем окончание «ste» и игнорируем «a umlaut», оставляем «a». И получится «wasch bitte die hände». Или, как мы знаем, немцы очень точный народ. Они говорят «wasch bitte deine hände». Вымой, пожалуйста, свои руки. Вот и все. Больше здесь нет никаких подводных камней. Мы рассмотрели все нюансы для образования императив. Вот у нас такая теперь будет подсказка, помощница. Можно назвать ее шпаргалкой. Вот в этой таблице показано все, о чем мы сейчас говорили. Как образуется императив для всех форм. И если вы запомните себе эту таблицу, то вы сможете образовать императив для любой из четырех форм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...